Девочки, еще раз доброе утро, можно сказать. Хочу с Таней немножко поговорить. Спрашивали, откуда я знаю Таню, сколько мы дружим. Да сколько мы дружим, Таня? Наверное, с 82-го года где-то, да? А ну посчитай, сколько це буде лет? С 83-го. В общем, так мы друг друга знаем уже очень давно. Таня видела меня в разных весах, она была более подвижна, чем я. Она ездила к маме, она недалеко от Криворога в селе жила, заезжала очень часто к нам. То она видела, в каком весе я была. Ну хоть она, наверное, видела по моим видео, что я похудела, но, наверное, не думала настолько, да? Удивилась? Как чайка стала. Как чайка. Громче кажи, вот у тебя слышно не будет. Девочки, я чайка. Так что я чайка. Ну вот, как мы с тобой поговорили, я у тебя спросила, ну что ты надумала худеть? Вот как ты себе представляла что-нибудь, как это будет? А ну расскажи хоть чуть-чуть свои впечатления. Ну, это все мечты, конечно, были. В реальности я не думала, что они воплотятся. Но только благодарят. Ну да, я же обещала приехать еще в прошлом году, а как раз вот у ковид, локдаун, и я не приехала. Вот. Так что, а тут опять начались вот сезоны, то желтая, то какая-то еще. Вот. Ну, и какие мечты? Ну хорошо, вот я позвонила, а ты меня ждала. Я сказала, что я уже приезжаю. Что у тебя там в душе? Ты волновалась? Или что ты думала? Ну, думала, что голодно будет на такой диете. Я не думала, что можно, как бы сказать, не дуже обильно и много кушать. И калорийно. И наедаться, и выдерживать вот эти промежутки между приемами пищи. А расскажи, Танюша, вот ты, вот это, что, вот спрашивают часто, что с твоими ногами? Ты ходила к доктору, не ходила? Расскажи, как, что у тебя, как ты предполагаешь, что с ними? Ну, я не знаю. Сначала боли были в тазобедренном суставе, правой, правой тазобедренной. Такое предположение, что вот, например, я вчера там упала там десь, и после этого началась боль. Колись там падала, потом прошло месяц, может больше, может полгода. У меня вообще никак не было ощущений. А потом в один прекрасный день, началась резкая боль. Я же начала и хондроитин пилать, и всякое-всякое, оно не убиралось. Потом на массаже трошечки походила там. Чего-то думала, что может, я бы сказал, как ущемление, какого-то нерва, что нужно, чтобы размассажировать, и больше кровообращение там произошло. И оно уйдет, а он не проходит. Все хуже и хуже. А потом, после тазобедренного, начало в колени. Тоже какие-то там ощущения, сначала вроде, колы острые, колы не острые. Ну, вот это до сих пор. Ну, сейчас немножко, трошку притупилось. Я то пью вот эти, как оно называется, какие-то клофенаки. Ну, в общем, обезболивающее. Есть-то и все противовоспалительное, да. Ну, лучше их пока стараться пить, конечно, меньше. Ну, а доктору, конечно, все надо ехать, наверное, в Днепр и проверяться, да? Обследоваться. Ну, обследоваться, все надо специально ехать в Днепр. И то. И мать с собой мешок грошей. Да. И мне кажется, навряд ли, по-моему, все они вот эти хондропротекторы назначают и все. Ну, да. И больше ничего. Ну, хотя бы рентген бы надо было сделать. Хоть посмотреть, что там с суставом. И понимаешь, Таня. Ну, это все будет в будущем. Вот она станет ходить, сможет сама самостоятельно добраться. Потому что все равно каждый доктор, когда ты к нему приходишь, он вам надо похудеть. Другого ответа от них даже, можно туда даже и не рыпаться. Никто ее проверять не будет. Это 100%. В общем, вот такие дела. Ну, вот ты считай, как мы, то на той неделе мы взвешивались. Здесь у нас прыгали весы, не можем стоять, они очень чувствительные. То 141 это была самая низкая точка. Мы просто написали. А так было и 142, и 143 показывала. В общем, какой вес точно не знаем. Но на сегодня у нее получается 139 400. Вот. Ну, ты хоть трошки довольна? Довольно. Трошки, да, хотелось, а больше. Ну, Танюша, надо разогревать, так сказать, печечку свою, метаболизм свой расшатывать. Слишком это так, как в сказке. Ну, да. Раз за одну ночь или дворец там или. Ну, да. Ничего, Таня. Ну, настрой у тебя хоть как-то есть? Ты уже хоть немножко врубилась в это подсчет калорийности, вот это вводить. И хотя бы представление, что можно приготовить. Есть уже понятия какие-то? Ну, пока со мной шеф-повар. У меня даже нет. Ну, сомнений-то понятно. Я пока не сомневаюсь в моих блюдах. Пока со мной шеф-повар. Я, может, на этой неделе еще трошки предучусь. Ну, я хочу, чтобы на этой неделе я еще дня 2-3 тебя покормлю, можно сказать, поучу. А потом буду просто сидеть и ждать, когда ты меня покормишь. Когда ты меня накормишь. Согласна? Будешь составлять само блюдо. Готовить, считать. В общем, вот такие вот дела. Таня у нас не очень разговорчивая. Потому что, я не знаю, такая она по натуре. Больше любит слушать. Так что, если что не так, вы это не судите строго. Потому что человек первый раз на камеру говорит. Она еще и волнуется. Ну, вот такие. Если есть какие-то вопросы, девочки, задавайте. Я их выпишу. И после следующего взвешивания я все-таки тут, наверное, еще неделю побуду. Еще одно будет взвешивание у Тани. И если у вас будут вопросы, я ей позадаю. И все. И поеду домой. Она тут будет. Будем просить Жанну Николаевну, чтобы она дружила с ней. Да? Будешь дружить с Жанной Николаевной? Ну, куда ты денешься? Телефон. Телефон я тебе перепишу. Перепишешь. Еще целая неделя. Ну, в общем, вот такие девочки у нас дела. Вот такое у нас интервью получилось с моей Танюшкой. Все, пока. Помаши. Пока. Ну что, настал понедельник. Отчетный день. Я понимаю, что мой вес вас не очень уже интересует. Но меня интересует. Значит, когда я к Тане приехала, то у меня было 81 200 на этих весах. Ну что? Встаем. Встаем. Что там у меня? 78 200. Вот такой вес у меня сейчас, девочки. Минус 3 килограмма. У меня минус 3 килограмма. Так что, нужно, наверное, начинать поправляться. Вот так у меня. Так, смертельный номер. Снимаем Таню. На прошлой неделе у нее весы, подожди, прыгали. Было 141, 142 и 143. Ну, мы записали 141. А ну, что сегодня? А ну, Танюшечка, давай. Вставай, моя хорошая. Опа. Прых. Скок. А ну, палочку. Ну, вот 39 400 будем считать. Вот 39 300, 39 400. Вот так прыгает, она не может остановиться. Ну, я думаю, что килограмма 2-3 она сбросила. Потому что весы, видите, как прыгают. Ну, сдвиг есть. Так что, лед тронулся, господа. Белая. Иarms. Белая. Программа 1.